так друзья всем привет и сегодня будем говорить о таких вещах которые замедляют ваш прогресс друзья перед началом поддержите видео лайком давайте наберем 500 я знаю мы можем итак первая ошибка которую допускают большинство новичков это планирование и программа тренировок когда ты приходишь на тренировку без плана без программы то твоя производительность будет намного ниже чем когда ты уже заранее примерно все продумал и когда ты четко знаешь в каком порядке тебе нужно тренироваться на начальном этапе я сам так занимался результат конечно же это давало потому что мои мышцы не были готовы и это было в новинку для них но сейчас уже через пару месяцев я понимаю что такой способ не работает стоит все планировать чтобы выполнять больше работы и важно также отслеживать постоянно свой прогресс и постоянно повышать и повышать планку также прежде чем начинать что-то либо делать вспомните про основное правило планирования 10 на 90 это значит что 10 процентов времени затрачено на планирование до начала выполнения задачи сэкономить 90 процентов времени для его решения многие задаются вопросом почему я не расту тренируюсь как чертов демон а результата 0 в 90 процентов случаях проблема в том что вы не доедаете у вас нету профситокалорий и здесь снова вам поможет планирование в общем как видите это очень мощный инструмент который можно и стоит применять в любом деле так вот если вы учитесь в школе или работаете или вы просто студент то приготовьте еду заранее поместите ее в лотки а свободное время просто все оформите и стоит также понимать что питание это 60 до 70 процентов успеха все остальное идет на сон и тренировки продолжительность тренировки определяется целью особенностью тренировочной программы и вашим уровнем слишком долгие тренировки вызывают повышенную секрецию кортизола гормон который разрушает мышцы а также может привести к развитию перетренированности я вам скажу так если вы занимаетесь воркаутом то 30 45 минут вполне достаточно чтобы как стоит нагрузить мышцы а если вы занимаетесь в зале то от часа до полтора самое то но вот если вы натуральный атлет и занимаетесь больше полтора часа то такие тренировки никакого прогресса не дадут кстати напишите в комментариях сколько времени вы лично тратьте на тренировку тренировки по чужим программам очень часто новички в зал приходят уже начитанными теоретически подкованными особенно это касается парней в возрасте 13 или 17 лет многие изучают какую-то программу тренировок какой-нибудь супер звезды типа дориан ядса арнольда шварценеггера и начинаю применять эту программу на себе и долубить ее до потери пульса программа составляется под конкретного человека его тип телосложения что хорошо для одного может быть плохо для другого то есть нужного эффекта вы добьетесь вряд ли противоположный может быть совершенно точно гарантирован и стоит знать ребят что все профессиональные выступающие атлеты практически не обходится без стероидов можно сказать что чистеньких нет в целом я не хочу сказать что брать что-то для себя у лучших это плохо плохо это чисто их копировать и я рекомендую всегда руководствоваться именно своими ощущениями и пятое друзья не ожидайте супер быстрых результатов хотя на начальных этапах у вас все попрет но дальше будет все медленнее медленнее так организм привыкает и адаптируется к нагрузке поэтому следует менять примерно раз в месяц раз полтора вашу программу тренировок чтобы организм не мог привыкнуть и знаете что процесс строительства тела длится годами на этом все друзья если ты досмотрел видео до этого момента то напиши слово масса а